Говорит Черкесск В студии с информационным выпуском Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах. Очередной груз снаряжения и обмундирования прибыл в зону специальной военной операции для военнослужащих из Карачае-Черкесии. Программа социальной газификации будет продолжена в республике, как и России в целом. Традиционный ежегодный международный исторический диктант победы в этом году пройдет в конце апреля. И в предстоящие дни в Архизе пройдут спортивные соревнования, праздничные развлекательные программы и масленичные гуляния. А теперь подробно. Главной политической новостью страны стало обращение президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию страны. Речь главы государства была обращена к членам правительства, Совета Федерации, Государственной Думы, представителям духовенства и участникам специальной военной операции по защите Донбасса. Президент России подчеркнул, что страна настроена шаг за шагом выполнять задачи спецоперации по защите населения Донбасса. Он напомнил, что жители народных республик с 2014 года обращались к Москве за помощью в борьбе за свое право жить и говорить на родном языке. Несмотря на попытки России решить вопрос в мирном ключе, Запад и киевский режим готовились к другому сценарию, отметил президент. Владимир Путин сказал, что противостояние Россия ведет не с народом Украины, который и сам оказался заложником Запада. Результатом действий Запада стало разрушение украинской экономики и промышленности, разграбление природных богатств страны, социальная деградация, колоссальный рост бедности и неравенства. Особое внимание в своей речи президент уделил заслугам участников спецоперации. Владимир Путин выразил благодарность военнослужащим и поручил установить регулярный 14-дневный отпуск не реже одного раза в полгода для всех участников СВО. Российский лидер высоко оценил усилия руководителей субъекта федерации и мэров городов, которые постоянно предпринимают шаги для поддержки жителей. В связи с чем предложил учредить специальный государственный фонд помощи семьям участников спецоперации погибших в ходе боевых действий. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты. Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии. Отдельная, важнейшая задача фонда – организация долговременного ухода на дому. Высокотехнологичное паратизирование для всех, кто в этом нуждается. Я прошу правительства совместно с комиссией госсовета по социальным вопросам, по социальной политике, регионами в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы. Президент страны предложил также с 1 января 2024 года провести дополнительную индексацию МРОД на 10%. Таким образом, он вырастет на 18,5% и составит 19242 рубля. Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и роста зарплат. С начала текущего года МРОД проиндексирован на 6,3%. Предлагаю с 1 января следующего года, вдобавок к запланированному повышению, провести еще одно на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19242 рубля. Глава Карачаича Кейси Рашид Тинрезов отметил, что послание Владимира Путина станет историческим. Его, несомненно, будут внимательно изучать во всем мире, потому что глава государства обозначил четкий контур внешнеполитического курса нашей страны, где интересы и безопасность России и ее граждан являются безусловным приоритетом для руководства страны. Президент подробно объяснил логику и необходимость решительных действий по защите интересов нашей страны, жителей Донбасса и Новороссии, и роль коллективного Запада в борьбе против России. Российская армия, в том числе и наши с вами земляки, жители Карачаича Кейси, действуют смело и решительно, четко понимая, за что они сражаются. Они защищают право новых российских регионов жить на своей земле, обеспечивают стратегическую безопасность России. Рашид Тимрезов сказал, что все послание президента базируется на идее объединения России, объединения человеческих, экономических, оборонных ресурсов, которые сейчас должны быть направлены на защиту России. Программа социальной газификации будет продолжена в России. Об этом сообщил президент страны в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Далее цитата. Продолжим и программу бесплатной газификации. В России уже принято решение ее распространить на социальные объекты, детские сады и школы, поликлиники, больницы, ФАПы, сказал Путин. Глава государства отметил, что для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе, и они всегда смогут обратиться за подключением своего дома к сетям газоснабжения. В рамках данной программы от жителей Карачао-Черкесии уже поступило 3506 заявок на подключение к сетям газоснабжения. Газопроводы построены до границ 3025, а это 88% домовладений, из них 1489 фактически пользуются газом. Жители Черкеска подали 504 заявки, исполнено до границы земельного участка заявителя 437 и выполнено подключение 218. В зону проведения специальной военной операции по поручению главы Карачао-Черкесии Рашида Тимрезова отправились руководитель администрации, главы и правительства Республики Муратозов и заместитель председателя правительства региона Евгений Поляков. Они передали бойцам очередной груз снаряжения и обмундирования, а также обсудили с военнослужащими, какая им необходима дополнительная помощь в обеспечении, как налажена связь с родными и близкими и другие возникающие проблемные вопросы. Представители регионального правительства побеседовали с нашими бойцами, поинтересовались, как налажена связь с их родными в Карачао-Черкесии и не поступают ли оттуда какие-то тревожные сигналы, есть ли какие-то проблемы по выплатам. Кроме того, они передали нашим военнослужащим приборы ночного видения, тепловизоры, дальномеры, оптические приборы, вещевое обмундирование и продукты питания. На передовую в составе груза также отправились пять сотен экземпляров спецвыпуска газеты «День республики», приуроченного ко Дню защитника Отечества и посвященного землякам, участникам спецоперации. Солдаты и офицеры получили и более трех тысяч писем от школьников региона с добрыми пожеланиями и словами. Врачи и представители Роспотребнадзора по Карачао-Черкесии встретились с журналистами республиканских средств массовой информации, чтобы в очередной раз довести до населения важную информацию. Полиамилит – болезнь с летальным исходом. И общая задача для всех сейчас – это преодолев предрассудки, принять ответственное решение в пользу необходимости вакцинации. Информацию комментирует главный санитарный врач Карачао-Черкесии, руководитель управления Роспотребнадзора Сергей Бескокотов. Неиммунные к полиамилиту дети могут заразиться и заболеть этой болезнью сами, а также обусловить вспышечную или эпидемиологическую заболеваемость среди населения республики. В создавшихся условиях единственная мера, гарантирующая предотвращение распространения полиавируса среди детского населения, является дополнительная иммунизация детей живой оральной вакциной против полиамилита, сокращенно ОПВ, в виде капель. В исключительных случаях при иммунизации детей, не получивших ранее ни одной дозы полиавакцины, это дети трехмесячного возраста, дети непривитые по любой причине, в том числе отказники, необходимо использовать только инактивированную полиавакцину, это в виде инъекции. Если отказался, естественно, мы, это Министерство образования, совместно с медицинскими работниками, вопрос прорабатывается. Если это можно решить в составе детского сада, в виде групповой изоляции, выделить какую-то группу, либо это в классе. Дело в том, что этот возраст подразумевает, сами понимаете, только первый, второй, третий класс, в основном дети. Дальше старшие классы уже вакцинации не подлежат. Поэтому возможно выделение какого-то класса в отдельном здании, в отдельном корпусе или отдельном крыле, куда эти детишек все будут. Существует также возможность проведения дистанционного обучения. У нас сейчас очень много электронных средств, которые позволят это сделать. И в продолжение этой же темы. В Республике в два тура будет проведена вакцинация от полиамилита. Планируется вакцинировать детей в возрасте от трех месяцев до 10 лет, в период с 27 февраля по 5 марта и с 3 по 9 апреля. При этом за месяц до начала первого тура дополнительной иммунизации медицинские учреждения Республики прекратили вакцинировать детей, чтобы соблюсти необходимый интервал. Заместитель главного врача Черекецкой городской детской больницы Изабелла Тлябичева подчеркнула, что вакцинация является добровольной и перед прививкой ребенка в обязательном порядке осматривает врач-педиатр. Это тяжелое, опасное инфекционное заболевание, вирусное, которое поражает скелетную мышечную мускулатуру. И опасность еще тем, что паралично вступает не только мускулатура скелетная и гладкомычная, но и паралич дыхательного центра, что, конечно же, смерть. Не для того, чтобы пугать родителей, а для того, чтобы имели понимание, что это за заболевание. Единственной мерой предотвратить является вакцинация. В Карачае-Черкесии после длительного снижения годовая инфляция незначительно выросла. Основное влияние оказала декабрьская индексация тарифов ЖКХ, что привело к росту расходов тепличных предприятий, медицинских клиник и арендодателей. Расходы тепличных хозяйств выросли после повышения в декабре тарифов на энергоресурсы. Дополнительные затраты на отопление потребовались также из-за более холодной погоды по сравнению с январем прошлого года. Свои издержки предприятия перенесли в цены, а в результате помидоры и огурцы в республике подорожали. Вместе с тем, за счет хорошего урожая зерновых культур прошлого года, скорректировались расходы животноводов на корма и затраты производителей изделий из пшеничной муки. В связи с этим снизился рост цен на мясную, молочную и хлебоволочную продукцию. Ситуацию комментирует Тарауф Тугов, заместитель управляющего отделением Банка России по Карачае-Черкесии. В январе медленнее дорожала парфюмерия и косметика. Повлияло снижение потребительского спроса. Благодаря увеличению предложения бытовой химии российского производства снизился рост цен на моющие и чистящие средства. Вместе с тем, из-за ослабления рубля выросли годовые темпы прироста цен на обувь, трикотажные изделия, медицинские и электротовары. Индексация тарифов ЖКХ также сказалась на динамике цен в сфере медицинских услуг. Кроме того, подорожала стоимость аренды однокомнатных квартир. При этом замедлился рост цен на телекоммуникационные услуги. Оказала влияние маркетинговая политика одного из операторов сотовой связи, благодаря которой снизилась базовая цена тарифных планов. По прогнозу Банка России, в базовом сценарии, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. В этом году международная историческая акция «Диктант Победы» состоится 27 апреля. Она пройдет в пятый раз на площадках по всей России, за рубежом, а также онлайн на сайте диктантпобеды.рф. В этом году основными темами диктанта станут победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. В него также войдут вопросы по Нюрнбергскому процессу. Ну и последняя информация. В длинные выходные на курорте «Архиз» пройдут спортивные соревнования, праздничные развлекательные программы и масленичные гуляния. 23 февраля на центральной площади курорта «Архиз» в 11 часов стартует развлекательная программа с музыкой и конкурсами. С 12.30 до 14 часов на катке пройдут соревнования для всех желающих. В хоккей играют настоящие мужчины. А с 16.00 над курортом будут звучать диджейские сеты. 25 февраля праздничную программу курорта продолжат детские и семейные старты «Архизенок». Участники от 6 до 14 лет и их родители посоревнуются в дисциплине «Слалом Боне». В воскресенье 26 февраля гости «Архиза» смогут проводить зиму на традиционных масленичных гуляниях. С 11.00 и до конца горнолыжного дня на курорте будет звучать музыка. На центральной площади пройдет анимационная программа и костюмированное шоу. Кульминацией дня станет сжигание чучела масленицы. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По данным региональных синоптиков, сегодня по республике ожидается облачная погода, осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха от минус 2 до плюс 3. В горах минус 3-8 и сохраняется лавиноопасность. На региональных дорогах местами гололедится. В Черкесске осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Столбик термометра опустится до 2 градусов. Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова